Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумался, даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы всё вокруг на свете было бы устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные, и взрослые должны были бы их во всём, во всём слушать. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети были как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень было бы интересно. Во-первых, я представляю себе, как бы маме понравилась такая история, что я хожу и командую ею, как хочу. Да и папе, небось, тоже бы не понравилось. Ну а бабушке и говорить нечего. Она бы, наверное, целые дни от меня ревела бы. Что ей говорить? Я бы показал им, почём фунт лихо. Я всё бы им припомнил. Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал. Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот ещё новости. Ты погляди на себя в зеркало. На кого ты похожа? Вылитый кощей. Ешь сейчас же тебе говорят. И она бы стала есть, опустив голову. А я бы только подавал команду. Быстрее! Не держись за щекой! Опять задумалась. Всё решаешь, мировые проблемы. Жуй как следует и не раскачивайся на стуле. И тут вошёл бы папа после работы. И не успел бы он даже раздеться. А я бы уже закричал. А-а-а! Явился? Вечно тебя надо ждать. Мой руки сейчас же. Как следует мой. Как следует мой. Нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щёткой три не жалеем мыла. Ну-ка, покажи ногти. Это ужас, а не ногти. Это просто кухни какие-то. Где ножницы? Не дёргайся. Ни с каким мясом я не режу. Острюгу очень осторожно. Не хлюпай носом ты не, девчонка. Вот так. Иди к столу садись. Он бы сел и потихоньку сказал маме. Ну как и поживаешь. А она бы сказала тоже тихонько. Ничего. Спасибо. А я бы немедленно. Разговорчики за столом. Когда я ем, то глух и нем. Запомните это на всю жизнь. Золотое правило. Папа, положи сейчас же газету. Наказание ты моё. И они сидели бы у меня. Как шоковые. А уж когда пришла бы бабушка, я бы прищурился. Сплеснул бы руками и заголосил. Папа, мама, полюбуйтесь-ка на свою бабуленьку. Каков вид. Круть распахнута. Шапка на затылке. Щеки красные, все шеи мокрые. Хороша. Нечего сказать. Признаваясь, я опять в хокке гоняла. Это что за грязная палка? Ты зачем её в дам приволокла? Это клюшка? Убери её сейчас же с моих глаз на чёрный ход. Тут я бы прошёлся по комнате и сказал бы им сомтрём. После обеда все садитесь за уроки. А я в кино пойду. Конечно, они бы сейчас же заныли и захмыкали. И мы с тобой, и мы тоже хотим в кино. А я бы им. Нечего, нечего. Вчера на день рождения ходили. В воскресенье я вас в цирк водил. Ишь, понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите. Наче вам вот тридцать копеек на мороженое. И всё. Когда, тогда бабушка, тогда бы бабушка взмолилась. Восьми хоть меня. Ведь каждый ребёнок может провести с собой одного взрослого бесплатно. Но я был виновен. Я сказал бы. А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещается. Сиди дома. И я бы прошёлся мимо них, нарочно поступивая каблуками. Как будто я не замечаю, что у них у всех глаза уже мокрые. И я бы стал одеваться. И долго бы вертелся перед зеркалом. И напевал бы. И они от этого ещё хуже бы мучились. А я бы приоткрыл дверь на лестницу. И сказал бы. Но я не успел придумать, что бы я сказал бы. Потому что в это время вошла мама. Самая настоящая, живая. И сказала. Ты ещё сидишь, лишь сейчас же. Посмотри, на кого ты похож. Вылитый Кощей.